МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Викторовна, здравствуйте. Год 2023 очень интересный и насыщенный разнообразными мероприятиями. Жизнь у нас кипит. Остался четвертый квартал, и в последнем квартале этого года уходящего у нас запланированы очень большие мероприятия. Конечно же, в первую очередь хотелось бы узнать о том, как идет подготовка к нашему основному событию этого года, это к съезду Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера Республики Саха и Якутия. Дать съезд для Ассоциаций – это самое главное мероприятие, на которое съезжается лучший актив наших народов, проживающих в разных районах. В рамках съезда мы планируем проведение, ну, как всегда, это у нас традиционная встреча с органами власти, с которыми мы связаны непосредственно по своей общественной работе. Далее у нас планируется, как всегда, тоже медосмотр наших делегатов съезда, которые приезжают из дальних районов. Мы все знаем проблему наличия узких специалистов в наших отдаленных поселениях, и поэтому эта работа будет продолжена. Затем у нас состоятся такие интересные мероприятия, как по инициативе Молодежного совета. Это у нас будет большой семинар, первый семинар молодых писателей на языках коренных народов Севера Якутии. Будет проведена новостная конференция, посвященная традиционной одежде наших народов. Будут, ожидаем, очень интересные презентации. Вообще наши народы малочисленные, но очень талантливые. Затем у нас планируется, как всегда, выставка. В этом нам очень помогает наш Дом Дружбы народов и Миколоковского, галерея семьях. С их помощью мы будем организовать большую выставку наших мастеров. Не только шитья бисера, но и картин, поделок. В общем, все, чем, как говорится, талантливые руки наших людей. Это будет большая выставка. Ну и кроме этого, наши этнические ассоциации будут предлагать свои локальные мероприятия в рамках этого съезда. Любовь Викторовна, также съезд плавно перетекает у нас в съезд учителей родных языков. Это тоже очень большое событие. Это первый съезд у нас в республике именно учителей родных языков. Как идет подготовка, сколько планируете делегатов на этот съезд? И как учителя сами реагируют? Мы благодарны Министерству образования за то, что они взяли на себя это мероприятие. Работа была начата еще раньше по подготовке к съезду учителей родных языков. Сегодня мы имеем некоторые изменения в руководстве нашей республики, имеется в виду советы министров, в кабинете министров. И пока у нас не было встречи с новым министром по этому вопросу. Но мы надеемся, что это все продолжится. Работа, она как бы давно начата. Все уже программы сверстаны. Улусом спущены квоты от Министерства образования по участию в этом мероприятии. Это будут не только учителя, это будут воспитатели школьных садов, это будут носители, которые ведут кружки при клубе, при библиотеке, в разных местах по-разному. Поэтому у нас намечается очень интересное мероприятие. Да, как вы правильно сказали, это первый съезд учителей родных языков. Люди очень часто спрашивают, как признать свою национальную принадлежность. Справки просят какие-то. Вспоминают вот эти вкладыши в паспорты, которых их уже нету с 2014 года. Их уже нету. Объясните эту ситуацию тоже, потому что очень много вопросов студент не получает доплату или еще что-то, какие-то льготами не могут воспользоваться. Очень много было проведено по этому вопросу совещаний разных, решений, как этот вопрос решить. Потому что на самом деле это необходимый документ. Потому что многие учебные заведения при поступлении не учитываются на национальность. Но когда распределяют общежитие для студентов, какие-то вопросы, преференции, есть специальные федеральные стипендии для представителей этих народов, для лиц, которые активно участвуют, спортсмены, они ведут активный образ жизни, общественной работой занимаются. Для них есть такая выплата, но тоже по конкурсу. И везде эта справка нужна. Ребята приходят и просят эти справки. Но сегодня Российская Федерация пошла таким образом. В федеральный закон о гарантиях прав коренных народов Севера Российской Федерации внесена дополнительная статья о том, что создается реестр. То есть мы говорим реестр, список лиц, относящихся к коренным родственникам Севера, Сибири, Дальнего Востока. Как бы нас всех должны записать в этот список. Если мы там не состоим, то мы лишаемся тех преференций, например, на охоту, на традиционное рыболовство. Вот эти вот моменты. Поэтому, начиная с 2020 года, мы активно всех агитировали, разъясняли о том, что необходимо войти в этот список. До сих пор, к сожалению, многие представители наших народов в республике Саха-Якутии не вошли в этот список. Но причины разные. К сожалению, в регионах нет органа, которые формируют этот список. Только Москва, Федеральная агентство по делам национальности. Если я хочу, пишу им, как говорится, обращаюсь, и они меня включают. Вот другой вопрос в том, что основным документом для вхождения в этот список является свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации, в котором указана национальность его родителей. Бывают такие моменты, что в них не указана национальность родителей. Родители имеют право, просто прочерки ставят, и фамилия, имя, отчество, национальность, прочерк. Это принято, как говорится, правомерное вполне явление по желанию родителей. Но в будущем этот ребенок, который хочет восстановить свою национальность, он уже оказывается в такой ситуации, когда ему нужно обращаться в архивы ЗАГСов, восстанавливать какие-то свои родственные отношения, доказывать свое прямое родство с бабушкой, например, которая Венка, с дедушкой, которая Чукча. Вот эти моменты. Но они решаются сегодня, так как уже запись в актов гражданского состояния уже сделана, это решается обращением в суд. Они могут обратиться, показывая прямое родство, допустим, мое, моей матери, моей бабушке, опять-таки вот этими записями актов гражданского состояния, сельствами рождения. И тогда суд вносит решение об изменении, о внесении изменений в его сельство рождения. Такое есть, но сегодня, вот когда формируется этот список, да, Федеральный генеральный генеральный по делам национальности в то же время разрешает, не обязательно идти в суд, если у вас есть вот сельство матери, в котором указаны ее родители, и имея данные о ее родителях, ну, показывая вот прямое родство, можно обратиться в заявление, предложить эти все документы, подтверждающие прямое родство, и, значит, войти в список. Вот нет принуждения, но если мы не войдем в этот список, то мы можем лишиться, во-первых, пенсионного обеспечения, которое предусматривает ранний выход для лиц, проживающих в местах традиционного проживания коренных народов Севера, и работающих в традиционных отраслях, да, вот этого лишимся. А затем, значит, возможности вести традиционную охоту. Законом положено, что коренные молодости народа Севера имеют право, хочется, конечно, за исключением особых дат, которые определяются государством, да, и в пределах квот, которые определены государством. Радиционное рыболовство, то же самое. Вот мы упомянули уже студентов, они будут лишены возможности участвовать в каких-то специальных программах, программах для коренных народов Севера. Вот эти моменты все, да, у нас еще, помимо этого, в местах проживания коренных народов, которые определены распоряжением председательской Федерации, бесплатное лекарственное обеспечение, вот эти моменты все могут быть лишены. Скажут, а вас в этом списке нету. И вот надо будет доказывать, что ты относишься к этим народам, что ты имеешь право на те же преференции, которые определены государством. Ну, на самом деле, эта работа уже налажена. Главное, отношение самих людей к этому вопросу. Ответственность. Да. Самих людей. Еще с советских времен есть такое мнение, что представители коренных малочисленных народов обладают какими-то особыми льготами. Их очень много, и чуть ли мы все ими пользуемся, тайно, не тайно, но очень много льгот имеем. Правда ли это? Какие льготы есть для коренных народов? Действительно, есть такое, что коренные малочисленные народы Севера имеют очень много преимуществ. Во-первых, этого нет. Я однозначно могу сказать, что в Российской Федерации по национальному признаку никакие народы отдельно не выделяются, как особые народы, носители чего-то. при поступлении на работу, при приеме детей в детские сады, школы, затем поступлении на учебу, высшее учебное заведение, никаких преференций по национальному признаку нет. Никаких льгот. Никаких льгот при этом нет. Другое дело, что государство само утверждает о том, что оно сохраняет, гарантирует, что эти народы, их жизнь, они же определены малочисленными. То есть государство сохраняет эти народы в их традиционном быте, в их традиционном образе жизни и на их исконных землях. Допустим, вот, да, действительно, авианки, живущие в городе Якутске, в Москве, в Санкт-Петербурге, они не могут претендовать в полном объеме на те преференции, которые есть. Вот если я живу в том населенном пункте, который относится к местам традиционного проживания коренных народов севера, веду традиционный образ жизни, то меня, государство, должно какими-то наделять особыми преференциями на ту же охоту, рыбалку. Допустим, я пошла, там, хворост нарублю для костра и так далее. Вот эти вот моменты. Потому что на сегодня все регламентируется, вплоть до количества рыбы, сколько хвостов я должна поймать в 23-м году. Все, больше уже нельзя. Вот все у нас регламентировано. И рыбачь только вот в этом месте, например, да, в никаком другом месте не должна рыбачься. Вот поэтому, ну, хотим мы, не хотим, но правовое государство все больше регламентирует все наши действия, в том числе в традиционном образе жизни. Ну, а справедливо ли то, что вот недавно писали в тех же социальных сетях, что за хвост одного муксуна, если что, штраф теперь 70 тысяч, а не 4 700, как бы. Да, да. Это мы тоже узнали вот из социальных сетей, да. На самом деле это, наверное, все-таки, я думаю, правительство Российской Федерации такие штрафы придумало именно для тех мест, где муксон действительно исчезает, действительно они хотят его сохранить. Ну, я не знаю, может быть, в североевропейской части страны, да. Но вот это прописано? Это не прописано, в том-то и дело. Тогда получается, что в Черском я муксуна лишнего поймаю и 70 тысяч буду платить? Да. К сожалению, к сожалению, вот у нас, хотя страна огромная, да, очень разная, и народ разный, и условия жизни, деятельность, народы разные, но тем не менее у нас все кроется под одну, особенно в вопросах рыболовства. Вопрос рыболовства на самом деле это очень серьезный вопрос, вот закон, он говорит, должны рыбачить вот для себя там, где они, вот остановился, допустим, я иду, кочую, да, остановился, порыбачил, поел, пошел дальше. В любом водоеме. Да. Но подзаконные нормативные акты, они сужают, 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 и в конце концов получается, что вот какая-то пойманная тобой рыба, вот как в случае с Бегуновым было, да, который он заморозил в леднике, да, обернул за него уголовным преследованием. Ну, к сожалению, да, мы имеем то, что имеем, и вот несоразмерные штрафы, да, конечно, мы об этом вот сейчас с этим, ну, с головным нашим, с нашей ассоциацией разговаривали, да, что это штрафы для нашей республики, для наших людей, они, ну, целесообразности нету вот такие вот штрафы делать именно для Муксуна, например. Это же надо смотреть индивидуально по каждой акватории. Ну, в общем, да, надеюсь, что как что-то будет рассмотрено, принято хотя бы к сведению, да, но у нас по рыболовству есть федеральное агентство по рыболовству, это такое ведомство, которое, ну, живет тоже своей, скажем, автономной жизнью, вот, и очень сложно менять, но они все время говорят, мы готовы, готовы к диалогу, вы пишите, предлагайте, но все изменения, которые вносятся в их правила, они все основаны на науке. Надо найти деньги на науку, это все изучить, не один год вывести, что-то действительно эта рыба пропадает, или ее много можно ловить, вот эти выводы должны быть научные. На самом деле не секрет, что промышленники иной раз не идут навстречу нам, загрязняют нашу экологию, нашу природу, оставляют после себя пустые реки, пустую тайгу, это есть на самом деле, хотя все так же в законе прописано, имеются у нас законы, есть опять же эти подзаконные акты, которые регулируют отношения с промышленниками. Вот как в этом случае нам бороться? Действительно, вопросы взаимоотношений промышленности и коренных младшинодов севера, они очень больные, они нездоровые. Изначально почему? Потому что вот федеральный закон о некоторых, как раз таки этот закон подвергся большим изменениям после его принятия, большим изменениям в части того, что во многом были урезаны, вот если раньше был принцип двух ключей, например, да, муниципальные образования никаких прав не имеют, местные населения никаких прав не имеют. Это по доброй воле компании будет проводиться общественные слушания, обсуждения с населением своих будущих реализуемых проектов. К сожалению, да, действительно мы констатируем то, что главное это добыть, всем раздать лицензии, чтобы это приносило доход в казну государства, по большому счету. А вот интересы малочисленных людей, малочисленных людей, я имею в виду вообще не вот наши народы, да, а населяющих вот эти, потому что по плотности населения это очень малочислено на один квадратный километр, если брать, да вообще ноль. Поэтому очень сложно учитывать эти интересы вот на федеральном уровне. У нас все лицензии выдаются Роснедра. Вот, допустим, наши многострадальные Янгра. Там вот сам поселок расположен так, таким образом, что вокруг него там несметное количество лицензиатов. Ни пять, ни восемнадцать, намного больше. И они все вокруг села тупчутся. А мы же знаем, что такое добыча золота. Добыча золота – это грязные реки, лунный ландшафт. Там убивается рыба, убивается дичь, животные уже не ходят. И вот остается, это не только, вот я про Янгру, потому что это прямо вокруг села происходит, да. А сколько у нас таких Усианский район, Аймеконский район, Алданский район. Тот же Нордголдс в Тяне. Тот же Нордголдс в Тяне. Картина очень страшная, потому что мы знаем, как красива Алёкминская земля. Как она красива, какие там цветы, это просто, какие речки, да. И мы сегодня каждый раз узнаем все больше и больше о загрязнении этих чистейших рек нашей Южной Якутии. Вот смотрите, у нас, мы сказали про штрафы Муксун. Я вот, допустим, пошла, поймала там лишний хвост, и с меня уже 70 с лишним тысяч будет решением суда. А если, допустим, это будет в ненерестовый период, или в нерестовый период, то в два раза больше суд присуждает. Представляете? Вот. А штраф в отношении промышленных компаний за загрязнение реки, не за вылов одного хвоста, за загрязнение реки, всей вот этой гибель флоры, фауны, да, 15 тысяч, 50 тысяч Солроса, когда был вот этот известный случай разлива на Вилюй, да. И что дальше? Они же оспаривают в суде, у них же огромные судебные юристы, целые отделы огромные работают юристов на то, чтобы вот оспаривать эти решения органов власти на местах субъектов. Это, знаете, это не смешно. Это страшно. Это что, несовершенство нашей судебной... Это не судебная. Нет, тут не вина судебной власти. Это такие размеры устанавливают законом депутаты нашей Российской Федерации. Ими принимаются законы, объемы. Вот есть кодекс об административных правонарушениях, согласно которому эти штрафы начисляются, да. Есть уголовный кодекс, согласно которого, допустим, в отношении Нордголд, когда и рубка леса была. Нарушенный лесной кодекс, водный кодекс, Российской Федерации. Мы не говорим про наши нормативные акты региональные. Много российских кодексов было нарушено, много нарушений было зафиксировано, но 50 тысяч, которые они успешно оспаривают в суде. Вот в нашей республике у нас есть программа, да, она называется «Сохранение исконной среды обитания коренных мощных водов севера». Согласно этой программе в свое время, ну, финансировалось очень интересный проект в нашей республике. Это молодой оленевод. Это выдавали субсидии молодым оленеводам, у которых нет жилья в поселке. Мы же знаем, как они живут. У них вообще нет своего жилья, да. И для них предусматривались деньги на то, чтобы они покупали, мы имели возможность. Но в этом году, мы уже заканчивали, год уже заканчивается, мы с начала года об этом говорим. Мы на встрече с Асеном Сергеевичем об этом говорили, да. В этом году в этой программе ноль рублей. Если в прошлом году было 26 с половиной миллионов рублей, в позапрошлом было 47 с половиной рублей миллионов. 47 с половиной миллионов рублей на эту программу. А 23-й год, как будто коровы языком слезал, ноль рублей. Ну, хоть бы 15, ну, я не знаю, но 20, да, миллионов рублей. Это большие программы, в том числе возмещение расходов нашим общинам по заключению охотпольского соглашения, которое тоже указом главы нашей республики проект работал, да. Наши мероприятия, тот же наш съезд ассоциации коренных монстров Севера. На какие средства мы сейчас будем привозить наш актив? Если Нижнеколымский район, туда обратно надо будет выложить 80 тысяч рублей за одного человека, а ему нужно здесь жить. Вот поэтому вот мы говорим, да, в республике вот столько делается для коренных народов Севера. Но, к сожалению, вот я еще раз говорю, да, мы живем прошлыми. Вот мы сейчас находимся в здании Дома народов Севера. Он введен в 2003 году, в 2003 году, по указу президента Вячеслава Анатольевича Штарова тогда был построен. Очень красивое, очень уютное здание, да, находится на красивом месте на берегу реки. Но в этом здании нас до того жаль, что мы только пять кабинетов занимаем. По большому счету мы должны, как в других регионах есть свои здания, как у наших казаков в старом городе есть свои помещения, даже сауна, ресторан, мы уже про это и даже не говорим. Вот мы сидим в этом здании, мы в гостях. Спасибо, свет не выключили. У нас же долг по квартплате, квартплату называют, потому что по жилищно-коммунальным расходам. У нас долг, потому что у нас своих денег нет. Мы на субсидии, которые получаем от государства, отдаем вот этому государственному учреждению, которое обслуживает эти здания, да. И у нас в прошлом году, вот в это время не было света, потому что деньги приходят в конце года, мы в конце года сплачиваемся, и каждый раз мы получаем эти претензии с тем, что на нас подадут в суд, и вообще нас выселят из этого здания, как злостных неплательщиков. А почему нельзя сделать так, чтобы общественная организация, ассоциация сама владела этим зданием? Или это не положено? Мы даже не говорим о владении. О передаче в пользование можно. Почему нет? Закон это разрешает. Тем более закон о некоммерческих организациях, федеральный закон ФИЗ-7 предусматривает именно вот этот вопрос, да, передача в пользование недвижимости, зданий, сооружений, ценных бумаг, акций. Ну, вот лишь бы работайте, общественность, и пусть наша страна процветает. На самом деле можно. И вот у нас до недавних пор в правительстве курировал Михаил Викторович Никифоров. В общем-то, мы с ним пришли к пониманию наших проблем. Вот за эти годы работы, постоянно, ну, сотрудничая с нами, да, бывая на наших мероприятиях, он, в общем-то, понял, да, наши субсидии, на что тратятся, да, откуда у нас деньги появляются, как мы работаем. И, в общем-то, он понял. В свое время, вот летом он проводил совещание, на котором были даны поручения, в том числе, Министерство имущественных отношений, Министерство культуры, что когда будет построен большой центр арктической культуры в районе, там, этого озера Сайсары, да, тогда, значит, нашему театру коренных монстров Севера, который сейчас занимает эти помещения большинство, да, будет предоставлено соответствующее уровню театра здания. Ну, такое поручение было дано, значит, в свое время, летом этого года. Я надеюсь, что работа все-таки будет нами продолжена. Сами люди, вот они дают надежду, дают оптимизм на то, что наши народы будут и дальше жить, развиваться и украшать собой этот мир. Давайте на этой оптимистичной ноте закончим наш разговор и будем работать во благо наших народов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...